Пандемия коронавируса стала причиной отмены многих соревнований по каратэ. И сегодня об этом мы поговорим с нашим гостем в студии. Это азербайджанская каратистка Фарид Абиева. Здравствуйте, Фарид. Здравствуйте. Добро пожаловать в студию. Спасибо большое. Фарид, ну вот мы слышали, что начались сборы у команды по каратэ. Каким соревнованиям сейчас готовятся сборные команды? Да, у нас как месяца два начались сборы к соревнованиям. В этом месяце сборная команды Азербайджана ожидает первый турнир за все время пандемии. Это премьер-лига, который будет проводиться в Стамбуле. Думаю, что результаты будут хорошими, несмотря за долгое время пропуска тренировок и соревнований. Это как бы подготовительные турниры к лицензионному турниру, к чемпионату Европы и главной к Олимпиаде. А сколько всего будет подготовительных турниров? Подготовительных турниров в общем будет три. То есть первый будет в Стамбуле, потом в Марокко, потом в Португалии. Потом в Португалии. Ну а вот вы травму получили, не участвуете сейчас? Да, у меня давняя травма на колени, она заново у меня как бы воплотилась. И поэтому решили вместе с тренерами, с врачами, чтобы пропустить эту премьер-лигу и участвовать на следующей. Ну вот если в общем посмотреть, пандемия насколько негативно сказалась на тренировочном процессе, не только сборной, но и персонально каждого каратиста? Конечно, пандемия отразилась очень негативно не только на наш вид спорта, но и на все виды спорта. Но по сравнению с дзюдо, с вольной борьбой, мы вообще не участвовали целый год ни на каких соревнованиях. Три-четыре раза у нас был перенос и отмена некоторых турниров. Первый должен был состояться в сентябре, его перенесли, потом в январе тоже перенесли. Это лицензионные? Это лицензионные турниры были, которые давали соответствующие баллы. Ну вот сейчас в Истамбуле, в конце этой недели нам предстоит премьер-лига в Истамбуле, в которой будет участвовать вся наша сборная. И думаю, что отразилось, конечно же, очень плохо, потому что восстанавливаться, набирать давнюю свою форму, которую мы весь год, весь сезон держимся в тонусе. Но эта пандемия, конечно, отразилась очень негативно. Тренировки вне зала, дома, в изоляции, это, конечно, очень сложно для каждого спортсмена, потому что я всегда это отмечаю, что тренировки в зале и тренировки дома – это совсем две разные вещи. Очень сложно соблюдать форму, которая нужна в зале, но постепенно мы восстанавливаемся, приходим в форму и думаем, что дальше будет еще лучше. В процессе тренировок в чем именно эта разница заключается? Это бег или это спарринги все-таки? Нет, конечно же, это спарринги, потому что бег в обычное время мы тоже бегали, как в самоизоляции, там бег, разминка, растяжка, ОФП – это, конечно, главное для каждого спортсмена. Но вот спарринги – это тактика, это базовые наши удары, движения – это, конечно же, все лучше соблюдать вместе с тренером, вместе с напарниками. Но постепенно мы уже возвращаемся в нашу обычную жизнь и уже начинаем привыкать и оставаться в тонусе. Но тут индивидуально зависит от каждого спортсмена. Кто-то может больше навыков растерять, кто-то меньше. Вы, например, что растеряли? Ну, у каждого профессионального спортсмена, я думаю, это меньше всего должно быть, то есть потеря навыков, потому что если ты профессионал, то должен каждый раз, хоть и не физически, но морально работать над собой. И даже если мы не можем физически в зале тренироваться с партнерами, мы анализируем бои соперников, соперниц, и морально представляем, как мы воплощаем свои удары, свою тактику на татаме. Поэтому для каждого профессионального спортсмена это очень важная точка, чтобы работать морально над собой, над своими соперниками. Ну, здесь, наверное, более теоретические занятия появились. Конечно, да. Больше времени для этого. Да, ну, думают, что только если этот спортсмен, только должна быть физическая сила, подготовка в зале, но о моральной подготовке никто так обширно не думает, даже не знает. Но это наша отдельная, наша как бы тренировка тоже бывает, которая проходится на анализе соперников, на анализе своих ошибок. То есть мы смотрим, делаем выводы и продолжаем тренировки. А вот как этот весь тренировочный процесс тренерский штаб регулировал? То есть они онлайн следили или они доверяли каждому? Нет, онлайн тренировок не было, потому что это слишком сложно, чтобы собрать целую сборную команду и проводить онлайн тренировки. Но у каждого было свое задание, своя цель. То есть тренерский штаб, например, если у меня какой-то минус физической подготовки, мы уделяли внимание на физической подготовке. Если у кого-то была базовая ошибка, этот человек уделял больше времени на базовую ошибку. Ну и потом это, конечно же, все проверялось во время наших тренировочных процессов. Ну вот в период пандемии главный тренер сборной поменялся. Бахадин Кандас ушел, Гурбан Тагиев пришел. Как именно с ним сработала команда за это время? Потому что он в сложный период пришел. Мы давно работали с Гурбаном Тагиевом, как со старшим тренером. Ну, конечно же, он свой, он наш земляк. И, конечно же, работать легче. Он знает нас каждого по отдельности, знает всех наших соперников. И, конечно же, более легко и просто с ним общаться, обсуждать соперников, обсуждать бои, тренировочные процессы. Мы можем с легкостью, например, заявить о какой-либо проблеме, обсудить вместе, решить эту проблему. И, конечно же, думаю, что все будет хорошо, и у нас будет больше лицензий на Олимпиаду. Вот если про вашу карьеру поговорить, Свариду, как вы пришли в каратэ? В каратэ я пришла с пяти лет. Я уже как 20 лет в этом спорте, я посвятила всю свою жизнь своему любимому спорту. Как обычный ребенок по телевизору, я там какой-то фильм, что шел про каратэ, наверное, скорее всего, про Брюсли. Потому что часто каратисты именно смотрели Брюсли, Джеки Чана. Ну, я попросила родителей записать меня в секцию. На следующий день папа меня записал, и до сих пор я продолжаю. То есть решение личное ваше. Решение личное мое, и никто не был против. А поначалу видели себя в этом виде спорта? То есть начальство сложно было? Может, почти подумали, не мое. Нет, было сложно то, что в 2000-х годах, можно сказать, что не было девочек в нашем зале вообще в спорте. И я тренировалась с мальчиками. Не только тренировалась, первые мои соревнования проходили в 2001 году. У нас был турнир в Баку. Я там соревновалась только с мальчиками. То есть мой первый турнир в моей карьере запомнился тем, что я соревновалась с мальчиками и завоевала золотую медаль. Это, конечно, было очень... Я была очень горда собой, что я победила всех. Там у меня было или три, или четыре боя. Я всех победила. Конечно, было очень сложно, но потом постепенно, года через 4-5, уже начали заниматься девочки в нашем зале. Это уже сколько вам лет? После 10 лет. После 10 лет. Почется, 5 лет в мужской группе тренировалась. Да, в мужской группе тренировалась, соревновалась. Но это, конечно, и сейчас мы тренируемся вместе с нашими мальчиками. И тренировка с мальчиками, нам сложно с ними тренироваться, как и физически, так и морально. Но в бою бывает легче. Тяжело в учении, легко в бою. Так как с мальчиками мы совсем по-другому там тренируемся. Другая сила, другая мотивация. В бою с девочками нам уже бывает легче. Ну, то есть бывают такие спарринги с мальчиком с девочкой? Да, конечно, во время тренировок у нас бывают. И там какая-то фора выдается? Или каждый на своем? Бывает, это уже зависит от партнера. Если он пожалеет, он может дать фору. Если нет, он будет драться так же, как с мальчиком. Вы отметили, что сейчас турниры подготовительные перед лицензионным турниром. Как именно будут проходить эти турниры? По какой системе будут развиваться лицензии? То есть мы знаем, что сейчас рейтинговые лицензии завершились, если не ошибаюсь. Там уже идут по местам на соревнованиях? Да, по местам на соревнованиях. Это будет проходить в июне в Париже. То есть каждая весовая категория будет завоевывать медали. То есть, соответственно, первое, второе, два третьих места будут драться через час между собой на этих же соревнованиях, чтобы завоевать три места. То есть три лицензии, а один соперник остается как бы за бортом. Но там еще и смешанные категории будут? Да, смешанные категории. У нас пять категорий у девочек, пять категорий у мужчин. То есть олимпийские они сократили до трех весовых категорий. То есть, например, я вам покажу, например, у мальчиков 60, 67, 75, 84 и свыше. То есть 60, 67 объединяются, 75 остается на своем месте, 84 и плюс тоже объединяются. Соответственно, остается три весовых категории. Но у вас не объединяющая категория, да? Нет, у меня центральный вес, то есть я не объединяюсь. Это, конечно, сложно, потому что многие соперницы сейчас будут или сбрасывать свою весовую категорию, или наоборот, поднимать свой вес, чтобы попасть именно туда. Потому что в объединенных весовых категориях будет гораздо сложнее. Но думав об этом, они все собираются в мою категорию и не думают, что это будет еще сложнее, если будут сильные соперницы объединяться в одну весовую категорию. То есть, конечно, и в объединенных, и не в объединенных категориях будет очень сложно. Потому что это впервые проводят у нас лицензионный турнир на Олимпиаду. Конечно, все переживают, и морально, и физически будет очень сложно. Ну и в завершение, я хотела узнать, какие задачи ставите перед собой на ближайшее будущее, как будете, потому что подготовку именно после травмы, лечения, как будете готовиться к лицензионным турнирам? Да, лечение уже подходит к концу. Я потихоньку возвращаюсь в тренировочные процессы. Но, конечно, от физической формы я не отставала, я продолжала тренироваться. Но сейчас по возвращению команды мы начнем свои спарринговые тренировки. Думаю, что до следующего турнира я буду готова. И до Олимпиады у нас главная цель в мае чемпионат Европы будет проводиться в Хорватии. Затем лицензионный турнир, а потом уже, если завоюю лицензию, дорогу будет держать в Токио. Ну вот победа на исламских играх придает мотивацию перед Олимпиадой? Конечно, но каждая победа остается уже там, где она была. Не надо жить в прошлом. То есть победил, все, это осталось там, в том же году, в том же месте. Дальше нужно двигаться с другими мечтами, с другими мыслями, с другими силами. Думай, что все будет хорошо. Дай бог, дай бог, Валида. Пожелаем вам удачи, пожелаем скорее поправиться от травмы и вернуться, и завывать олимпийскую лицензию, и удачно выступить в Токио, встать на Олимпийский пьедестал подсчета. Спасибо большое, Фариде, что пришли к нам в студию. Спасибо, что вы делили время. Напомню, что нашим сегодняшним гостем в студии была азербайджанская каратистка Фарид Абиева.